Когда мы думаем о нём плохо, плохо становится только тебе. Печень твоя, поэтому... То есть, ты же обижаешься, это же в основном обида, ты о человеке плохо думаешь. Я не знаю, как влияет это на него, но вопрос не в том, как влияет на него, вопрос в том, как влияет на тебя. И чем больше ты злишься на человека и говоришь, что человеке плохо, тем больше в тебе желчи. Это вот в народных пословицах жизни, это желчный человек, это вот желчь твоя, поэтому хочешь источай её на всех и на себя. Есть границы у каждого человека, интимная зона, вот где ты начинаешься ты. И вот где начинаешься ты, люди, если туда попадают, они должны себя вести так, как ты... В общем, они должны быть в чужом пространстве, относиться к нему с уважением. Если они относятся к тебе без уважения, то их нужно оттуда гнать за шею. Нельзя позволять гадить на своей территории. То есть вот там, где начался ты, уже всё. Это та же в переговорах, это та же в отношениях. То есть есть границы, где ты начинаешься, и там уже отставивание своей территории, это очень важно. Самая жуткая штука, когда человек начинает свои действия соизмерять с тем, что о нём подумают. Я откажу, а что обо мне подумают, а я сейчас нагрублю, а что скажут, и поэтому я потерплю. Ничего страшного, что мне на ногу наступили. Ну и уже и плюнули в спину. Ну ничего, я домой приду, вытрусь. То есть это такие штуки, ну если ты скажешь, молодой человек, вы мне тут на спину плюнули, и уберите свою ногу, да, вот с моей ноги. Может он просто не заметил. А ты стоишь, терпишь, а тебя же это гложет. Порой важно просто проговорить. Ты же не говоришь, ай, ты козёл, убери ногу. Ты просто, ты знаешь, когда ты у меня на ноге стоишь, ну мне в общем-то неприятно. Ты можешь так хотя бы сказать. Только близких приводит это к шоку. Потому что они тебя пользовали 20 лет, и в какой-то момент ты говоришь, ты знаешь, вот здесь стоп, а с сегодняшнего дня так нельзя. А почему нельзя? Потому что мне просто неприятно. И вот в этот момент начинаются теряться люди. Те люди, которые тебя пользовали, и вот без любви, что ли, они просто тобой манипулировали, такие люди пропадают. Но остаётся с тобой те люди, которые тебя действительно по-настоящему любят. И возможно они даже манипулировали тобой, но это было не со зла, потому что просто ты позволял.